Добрый день, уважаемые коллеги! Я рад вас приветствовать на нашем вебинаре. Сегодня среда, средняя часть нашей вебинарной недели, третий вебинар. И сегодня третий вебинар Степика Наталья Феофанова сегодня будет вести тему «Дополнительное профессиональное образование онлайн. Опыты, варианты реализации». Я рад, что Степик у нас провел такой не единственный, а три вебинара. Достаточно подробно удалось осветить нам работу этой замечательной платформы. Ну а пока, как всегда, я хотел бы сделать несколько вводных слов. Рассказать вам, во-первых, что в самом начале чата расположены две важные ссылки. Первая из них ведет на расписание вебинаров, которое в общих чертах определено до июня месяца 2018 года. На каждый из этих вебинаров вы можете зарегистрироваться. Ну и вторая ссылка напоминает вам о том, что записи всех вебинаров ведутся. Запись этого вебинара тоже ведется. И в конце текущей недели запись будет выложена на YouTube, где вы сможете посмотреть ее, если что-то не посмотрели. Также там выложены записи более 200 других вебинаров, которые мы в Директ Академии проводили до этого. Ну и, наконец, я хотел бы вам отрекомендовать три следующих вебинара, которые пройдут вслед за сегодняшним. Вот эти вебинары. Итак, завтра и 18 числа состоятся мои вебинары, вебинары, которые буду вести лично я. Это вебинары, посвященные учебному видео. И завтрашний вебинар будет посвящен типологии учебного видео, то есть тому, как выбрать потребный формат видео и что с этим потом делать. А вебинар 18 числа, 18 декабря, будет посвящен тому, что делать перед записью, как готовиться к самостоятельной записи учебного видео, как подготовить материалы. 15 числа в пятницу будет вебинар Юрия Николаевича Белоножкина, который называется «Методика и практика социального конструкционизма в онлайн-обучении и бизнесе». Вот, тоже приглашаю всех на этот вебинар. Ну, что ж, да, хочу напомнить, что сегодня, как и, ну, судя по тому, что я вижу в чате не только Наталью, но и Анну Мосягину, сегодня, как и на прошлых наших вебинарах, помогать в чате будет второй ведущий у нас. И это очень здорово, потому что это очень здорово. Потому что в чате появляется какая-то жизнь, да, какая-то хорошая жизнь. Можно задавать вопросы по ходу дела, и Анна на них будет отвечать. Ну что ж, на этом моя функция до конца вебинара закончена. Я остаюсь с вами в чате. Если будут вопросы непосредственно ко мне, задавайте. А сейчас я передаю слово Наталье для освещения темы сегодняшнего вебинара. Спасибо. Коллеги, рады теперь всех приветствовать на своем вебинаре уже голосом. Напишите, пожалуйста, в чат, хорошо ли меня слышно, видно ли меня и видна ли вам презентация. Отлично. Тогда давайте начнем. Павел Юрьевич, спасибо за вступление и за представление. Мы в Степик и я, как ведущий вебинара, действительно привели уже серию вебинаров для Директ Академии. Сегодня третий вебинар. На первом вебинаре я рассказываю о том, что вообще из себя представляет платформа Степик и какие возможности она дает для преподавателей и для организаций. А на втором вебинаре у меня был такой практический мастер-класс по поводу создания курса на Степик. Мы разбирали, как зарегистрироваться на платформе, как начать создавать курс, как добавлять в него разные материалы. Если вы пропустили эти вебинары, но вам интересно их посмотреть, вы, во-первых, можете их найти на канале, на YouTube-канале Директ Академии, где они все выложены. Если не найдете там, либо вам понадобится еще отдельная презентация, то тогда напишите нам об этом. Мы вам обязательно все материалы прошедших вебинаров пришлем. А сегодня я буду говорить про дополнительное профессиональное образование. Говорить я буду с позиции представителя онлайн-платформы, которая сама не проводит дополнительное профессиональное образование, но предоставляет площадку всем заинтересованным вузам в этом проведении. Говорить я буду про дополнительное профессиональное образование именно в формате онлайн. Сразу скажу, что фраза дополнительного профессионального образования звучит длинно, поэтому я буду чаще всего ее сокращать и говорить просто ДПО. Надеюсь, так будет понятно. О чем сегодня пойдет речь? О том, что такое ДПО, и немного я расскажу про терминологию, чтобы мы поняли, что мы понимаем друг друга. О том, кто является заинтересованными странами и в чем для них плюсы и минусы реализации таких программ онлайн. Затем я поделюсь опытом платформы Stepik и расскажу об опыте наших партнеров по проведению таких программ. Это и краскосочные программы повышения квалификации и длительные программы профессиональной переподготовки. Также я расскажу, какие возможности есть у платформы Stepik, которые вы тоже можете использовать в своей деятельности, если вы с ДПО как-то связаны. Закончу я вебинар тем, что расскажу о том, как можно реализовать программы, покажу примерные схемы, поговорим с вами о расходах на ДПО онлайн и о рекомендациях. Я вас всех призываю не только меня слушать, но и быть активными в чате. Я буду задавать по ходу вебинара несколько вопросов, потому что эта тема для Stepik еще такая активная и актуальная. Нам интересно узнавать мнение преподавателей, представителей вузов о таких программах. Поэтому мне очень интересно будет ваше мнение. Также вы можете, если у вас возникают какие-то вопросы, писать их либо в общем чате, либо в специальной вкладке «Вопросы». В конце вебинара я обязательно открою эту вкладку и прочитаю все вопросы и отвечу на них. Также отвечу на те вопросы, которые в чате появятся к концу вебинара. Вот Павел Юрьевич уже сказал, это действительно такая у нас Stepik традиция. Мы приходим на вебинары вдвоем для того, чтобы вам было комфортно и слушать ведущего, и также общаться в чате. Поэтому в чате есть Масягина Анна. Я видела, что она уже представлялась в чате, но думаю, что, Аня, ты можешь написать еще раз там, что это ты. Если у вас возникают какие-то вопросы сразу по ходу вебинара, вы их сразу спрашиваете в чате. Возможно, вам какие-то ссылки нужно будет прислать на Stepik или на какие-то программы, о которых я буду рассказывать. Возможно, у вас возникнут какие-то неотложные вопросы, о которых вы потом к концу вебинара можете забыть. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите в чате, мы вам будем рады во всем помогать. И еще напомню, что в самом вебинарном окне справа есть специальная вкладка с общими документами. Я там уже выложила свою презентацию в формате PDF для удобства, для того, чтобы она у вас везде отображалась. Вы ее можете тоже себе скачать и затем какие-то вопросы, информацию из нее использовать. На этом такая организационная часть и вступительная часть у меня завершилась. Я перехожу к вебинару. Еще раз представлюсь. Меня зовут Наталья Феофанова. Я директор по работе с курсами образовательной платформы Stepik. Сегодня я начну разговор не от платформы, а именно про программы ДПО. Но про платформу, если кто-то про нее не знает, я тоже в середине вебинара кастнусь. И для того, чтобы сразу мне понять, какая сегодня собралась аудитория, и о чем мне больше рассказывать, о том, как реализовать ДПО со стороны преподавателя, как говорить о ДПО со стороны представителей ВОЗов, я поэтому вас хочу спросить. Какое вы имеете сами отношение к дополнительному профессиональному образованию? Вот здесь на слайде я сразу привела четыре возможных варианта для того, чтобы вам не долго писать в чат, а просто писать, кем вы являетесь. То есть напишите, пожалуйста, в чат, вы проходили ли программы ДПО, вы являетесь преподавателем или представителем ВОЗов. Да, если вы являетесь преподавателем или представителем ВОЗов и какие-то программы ДПО тоже писали, то вы можете в чат и тему тоже написать, для того, чтобы мы понимали, кто чем занимается. Так, ну пока вот я в чате увидела только одного учащегося, а в основном здесь собрались преподаватели и представители ВОЗов. Тогда у нас пойдет речь действительно о том, как преподаватели и как ВОЗы могут такие программы ДПО реализовать. Хорошо, спасибо всем, кто писал в чат. Тогда у меня будет, так, еще вернусь в чат, образование в сфере искусства. Очень интересная программа, Елена Альбертовна. Если что-то реализовывали онлайн в этой программе, то тоже напишите в чат или ссылки пришлите, будет интересно посмотреть на вашу программу. И тогда у меня будет следующий к вам вопрос о том, можно ли реализовать дополнительное профессиональное образование онлайн. Я здесь оставила всего лишь два варианта «да» или «нет». Если вы считаете, что «да», но только в каких-то отдельных сферах, то тоже можно писать «да». Так, пока я вижу тут единогласие. Ну, наверное, это связано с тем, что вы тему вебинара уже видели, и раз вы на него пришли, то вы уже согласны с тем, что ДПО можно делать онлайн. Я рада этому. И тогда смело иду дальше, понимая, что здесь сегодня будет интересно поговорить про ДПО онлайн. Для начала я хочу немного коснуться терминологии, законодательной базы и вообще возможности реализации программ онлайн. Для чего мне это нужно? Для того, чтобы мы с вами говорили на таком одном языке, использовали одни и те же термины, ну и для того, чтобы в целом сразу обосновать и сказать, что программа дополнительного профессионального образования ничего не мешает делать онлайн. Вот, здесь я привела достаточно стандартное определение дополнительного профессионального образования. Я думаю, раз здесь есть преподаватели, которые связаны с дополнительным образованием, они все об этом знают, но я немного совсем этого коснусь о том, что дополнительное профессиональное образование – это образование, которое является дополнительным к основному образованию. И вот здесь есть такой важный нюанс, о котором очень часто забывают вузы, когда делают анонсы своих образовательных программ, о том, что для того, чтобы приступить к реализации программ, для того, чтобы получить какой-то итоговый документ по реализации, по итогам прохождения ДПО, необходимо иметь уже среднепрофессиональное или высшее образование. То есть, если дополнительное профессиональное образование и программа реализуются в формате программы переподготовки, и по ее итогам студенты получают диплом о переподготовке, то этот диплом выдается им в качестве дополнения к их основному диплому. Либо диплом не выдается, если пока диплом основного у студентов нет, и выдается только тогда, когда этот диплом будет получен. Про этот нюанс не всегда упоминается, но он действительно важен для того, чтобы, если вы реализовываете что-то онлайн, какую-то программу, вы должны об этом преподавателям сразу, вернее студентам сразу предупреждать. Но еще коснусь того, что когда мы говорим сейчас о ДПО, мы имеем в виду только две программы. Два вида программ. Это программа повышения квалификации, которая краткосрочная, и сейчас законодательство никак не устанавливает границы и нормы этой программы. Есть только такая минимальная граница, что программа должна занимать не менее 16 часов. И есть программа профессиональной переподготовки, за которой как раз и выдается диплом, о которых я говорила на предыдущем слайде, и приобретается какая-то новая квалификация. Здесь тоже нет верхнего порога или среднего числа часов, на которые должна распространяться эта программа. Есть, опять же, только минимальная граница, это 250 часов. Ну и на этом слайде я провела выдержку из законодательной базы ДПО, которая гарантирует и подтверждает, что программы ДПО могут быть реализованы онлайн. Сейчас у нас в законодательстве в основном применяются термины дистанционных образовательных технологий, электронного обучения. Вот, и эта фраза позволяет вузам и другим учебным заведениям все же делать программы дополнительного профессионального образования онлайн. Теперь я предлагаю поговорить о том, как отличаются между собой реализации таких программ в очном формате онлайн, и о том, в первую очередь, кто является с интересованными сторонами. Вот я вас уже вначале спрашивала, какое вы имеете отношение к ДПО, то есть какая вы из интересованных сторон. На этом слайде я привела основные заинтересованные стороны в реализации таких программ. Это, естественно, учебные заведения, от имени которых программы реализуются. Это преподаватели. И еще учебный вспомогательный персонал, который им помогает преподавателю. Это учащиеся. Это заказчики обучения. Если программа происходит для какого-то заказчика, предположим, для предприятия, которое отправляет своих сотрудников учиться, или бы это потенциальные работодатели, для которых диплом о профессиональной переподготовке, например, будет важен при приеме учащихся этих программ на работу. И вот после того, как вы мне уже написали, какая вы из этих заинтересованных сторон, я хочу задать вам следующий вопрос. Как вы считаете, кто из этих четырех заинтересованных сторон, еще раз напомню, что это учебное заведение, преподаватели, учащиеся и заказчики, или бы работодатели. Как вы считаете, кто из них больше всего выигрывает в том, что программы дополнительного профессионального образования переводятся онлайн? Если вы знаете ответ на этот вопрос, или вы можете предположить, то напишите об этом в чат. Можно написать о том, кто больше всего выигрывает. Я не успеваю уже договорить свой вопрос, и вижу, как вы уже активно пишете. Я еще хочу вас спросить, а почему? То есть вот вы пишете, например, что выигрывают учебные заведения. Могу я вас попросить тогда еще дополнить ваши ответы? Ответом, а почему? То есть если вы считаете, что выигрывают учебные заведения, то в чем? Для чего им проводить ДПО онлайн? Если вам кажется, что больше всего выигрывают учащиеся, то тоже. А почему? В чем основное преимущество таких программ? Сокращение рабочих мест. Никита Вадимович, вы это считаете преимуществом или ограничением? Это реальность. Но здесь сокращение рабочих. Мы все же говорим о дополнительных профессиональных программах, которые во многих вузах для преподавателей выступают в качестве такого дополнительного обучения и для них. То есть это не основная образовательная программа. Это дополнительная. И, возможно, проведение ДПО онлайн будет помогать не только сокращать рабочие места, но и создавать их, потому что это позволит привлечь больше учащихся на программу. Это позволит открывать новые и новые программы. Нет отрыва от работы. Да, я здесь еще видела возможность получения доступа учащихся, соответственно, в любое время, в любом месте. Да, Светлана Владимировна, замечательный у вас ответ. Действительно, сокращаются расходы. И расходы сокращаются со стороны и преподавателей, и учебного заведения. Вот еще вы упинули методический материал. И это действительно важно для тех, кто когда-то проводил такие программы. Наверное, вы помните, что когда к вам приходят учиться студенты, чаще всего вы им даете какой-то раздаточный материал, какой-то методический материал, возможно, печатаете презентации. Вот я уже здесь из собственного опыта. Раньше я работала в учебном заведении, тоже была связана с проведением ДПО. И поэтому я помню, что такие программы, они действительно вызывают и затраты времени, и затраты материалов, соответственно, и другие затраты от учебного заведения. Хорошо. Спасибо большое всем, кто написал в чат. Вы действительно перечислили очень много преимуществ для всех сторон, которые я перечислила на этом слайде. И тогда я вам открою свой следующий слайд. Так, вы еще продолжаете писать. Спасибо. Учащиеся. Да, действительно, недаром я здесь... Хотя нет, я здесь написала учебное заведение сверху, потому что они являются инициатором проведения ДПО онлайн, потому что если пройти программу дополнительного профессионального образования, студенты захотят онлайн или преподаватели захотят ее сделать онлайн, естественно, без как бы одобрения учебного заведения это будет очень сложно сделать. Поэтому они не идут первым пунктом. Но про то, что без учащихся не будет всего остального, это действительно правда. Если вы сделали прекрасную программу, если у вас все продумано, но при этом учащиеся к вам по какой-то причине не пришли, то, скорее всего, все остальные выгоды для всех остальных сторон, они тоже минимизируются. Потому что нет учащихся, значит, нет дополнительного заработка преподавателям, значит, нет дополнительного дохода в ВУЗу. Соответственно, это получается уже не сокращение затрат, а в принципе их добавление. И вот на следующем слайде я кратко привела свое мнение о том, какие выгоды получают все стороны, заинтересованные, про которые мы говорили. Вот, я немножко про это расскажу и обобщу то, что вы тоже в чате писали. Вот, в первую очередь учебные заведения, как я уже сказала, именно учебные заведения выступают инициаторами и координаторами, и как бы это та сторона, без одобрения которых, они, возможно, будут сделать полноценную программу дополнительного образования. Учебные заведения, основной плюс, это увеличение числа учащихся, которые будут проходить эти программы. Соответственно, увеличивается число учащихся. Дальше от этого увеличивается доход, который получает учебные заведения от реализации этих программ, которые платные. Соответственно, сокращаются затраты на одного учащегося. Ну и еще, если программа дополнительного персонального образования реализуется онлайн, то здесь есть косвенный эффект. Про эту программу узнают учащиеся работодатели, заказчики обучения, не только из того региона, где этот учебный заведение находится, но и других. Тем самым, есть возможность привлечь и как бы распространить информацию о себе среди других партнеров. Ну и еще здесь у меня перечислено преимущество возможности привлечения сторонних и зарубежных специалистов. То есть, если программа дополнительного образования онлайн, то учебным заведениям тоже ничего не мешает в том, чтобы не только учащихся приглашать из разных регионов, но и преподавателей тоже. Второй пункт – это преподаватель и учебный вспомогательный персонал. Здесь, наверное, у меня больше всего про них написано. И это связано с тем, что и вы здесь тоже собрались как преподаватели. Вот для чего преподавателем и учебный вспомогательный персонал? Вот в основном в чате писали вопросы про то, что это сокращение затрат времени и затрат расходов на подготовку каких-то дополнительных материалов. Еще, если говорить про время, я здесь расскажу про то, что если программа реализуется онлайн, то она чаще всего включает в себя онлайн-курсы. И тогда преимущество от проведения онлайн-курсов, которые мы на предыдущих вебинарах разбирали, они сюда тоже переходят. То есть, когда мы что-то делаем онлайн, мы можем автоматизировать процесс сбора домашних заданий, автоматизировать проверку работ, автоматизировать процесс сбора статистики. Ну и в целом весь контроль успеваемости при переводе онлайн он автоматизируется. И вот все эти преимущества, они для ДПО тоже реализуются. То есть, если есть программы ДПО онлайн, то есть возможность и вот эти все основные моменты онлайн переносить. И, соответственно, и процесс статистики, и процесс проверки работы будет больше. Ну и, соответственно, для преподавателей еще есть такой замечательный плюс – это возможность научить большее число людей. и как бы свои знания распространить и другим людям, не только к тем, кто может к вам прийти и поучиться очным. Ну и, конечно же, учащиеся, действительно, без них нет возможности проводить ДПО онлайн. Для чего им нужно онлайн? Здесь предлагаю вам вспомнить, если кто-то из вас когда-то проходил программу повышения квалификации, я думаю, вы их проходили, или программу профессиональной переподготовки, вот я, например, ее проходила. Если мы вспомним свой собственный опыт и поставим себя на место учащихся, то мы, безусловно, сможем сразу несколько преимуществ для учащихся сформулировать. Когда мы учимся онлайн, нам не нужно куда-то приезжать, нам не нужно подбирать время и тратить время на дорогу, нам не нужно выбирать время и место проведения. И, кроме этого, мы имеем возможность, когда мы учимся онлайн, и эти программы тоже проходим онлайн, мы не привязаны к тому учебному заведению, которое находится в нашем регионе или городе, и к которому мы физически имеем возможность доступа. Мы можем выбирать любые программы в любых городах, можем строить собственный график прохождения. И еще, безусловно, мы можем совмещать это с какой-то другой учебной деятельностью или с другой работой. Ну и последний пункт – это заказчики обучения и потенциальные работодатели. Я про них тоже немного видела в чате, но не так много, как про другие категории. Вот здесь по заказчикам обучения я понимаю те предприятия и те организации, которые отправляют своих сотрудников учиться на такие программы. И тогда плюсы от этого получают и сами учащиеся. Здесь можно посмотреть третий пункт, где я перечислю. Ну и заказчики обучения и руководство тоже получают плюсы в том, что не нужно отрывать сотрудников от работы. Есть возможность совместить работу с обучением. Ну и, естественно, затраты на обучение тоже сокращаются. Здесь, как мы уже с вами обсудили, в первом пункте учебные заведения сокращают затраты. И, соответственно, они могут стоимость программ тоже сократить для того, чтобы все эти преимущества использовать. Вот. На этом слайде я все обобщила. И все, что вы мне в чат тоже писали, я посмотрю. Если я что-то пропустила, то я к этому своему слайду тоже добавлю и буду ваши версии плюсов использовать. Ну и вот я видела, пока мы разговаривали в чате про преимущества программ и про то, зачем они всем этим интересованным сторонам, я видела несколько ограничений. Вот. Я, к сожалению, уже не вспомню, кто писал в чат, но я видела, что кто-то говорил, что когда мы что-то делаем онлайн, нам нужно больше времени на подготовку этого и нужна тщательная подготовка. Вот. И вот здесь, на этом слайде я привела ограничения. То есть здесь у меня одновременно ограничения проведения таких программ онлайн. Но одновременно все эти пункты показывают, в чем же разница между программами онлайн и очными программами. Вот. Здесь у меня перечислены те ограничения, которые мне известны. Я прошу вас их всех посмотреть, пока я буду немного о них рассказывать. И если вы знаете еще какие-то проблемы проведения ДПО онлайн, какие-то ограничения или какие-то недостатки, то тоже их, пожалуйста, вот, пока я рассказываю про этот слайд, в чат напишите. Вот. Самое большое ограничение проведения ДПО онлайн, это, наверное, именно то, что оно проходит онлайн. Когда программа проходит очно, у вас есть возможность что-то корректировать по ходу действия. У вас есть возможность общаться с пользователями и больше учитывать их мнения. У вас есть возможность переработать программу, например, к следующему занятию. И вот, если вы проводите онлайн, то, естественно, если особенно ваша программа доступна людям не в какой-то период времени, а, например, она всегда доступна, и они могут ее всегда проходить, то вам необходимо всю программу подготовить сразу. И у вас будет достаточно ограниченное время на внесение каких-то изменений. Вот. Еще одно ограничение связано с тем, что людей на программу дополнительного профессионального образования онлайн приходит гораздо больше. А значит, есть вероятность того, что содержание программы и материалы они могут передавать дальше кому-то. И если в этих программах и в каких-то материалах возможно появились ошибки или какие-то неточности, то вот в очном формате вас послушало 10 человек, предположим, в онлайн формате вас могло послушать тысячи человек, и все из них еще дальше этот материал транслируют. Ну и еще, конечно, тестовый экзаменационный материал в любом случае нужно обновлять, и обновлять гораздо чаще, чем в очном обучении. Потому что в очном обучении вы можете людей привести в аудиторию, дать им какое-то задание, проверить сразу там, и не давать им возможности забирать с собой задания, предположим, их фотографировать. Вот. Но все, что выложено в интернете, я думаю, вы с этим тоже сталкивались, чаще всего оно становится доступно, в принципе, гораздо большему числу людей, как бы вы этот материал не защищали. Поэтому материал нужно будет всегда обновлять. Вот. Еще сюда добавлю, что когда программа реализуется онлайн, здесь нужна поддержка, административная поддержка со стороны ВУЗа, потому что, несмотря на то, что программа онлайн, вам все равно нужно будет создавать все необходимые документы. То есть зачислять людей, отчислять людей, выдавать им дипломы. Ну, соответственно, вопрос выдачи и подтверждающего документов может привести нас к вопросу необходимости верификации личности. Ну, и еще каждому учебному заведению при реализации таких программ нужно будет продумать, как дистанционно принимать оплату и как сделать это удобным и для других пользователей. Вот. Это кратко о тех ограничениях, которые известны мне. Я теперь перехожу в чат и посмотрю, о чем вы говорили. Вот. Я, конечно, не все буду разбирать, но вот некоторые бросающиеся в глаза ваши заметки я разберу. Вот Людмила Сергеевна говорит, что отсутствие прямого общения учителя-ученика. Да, это действительно ограничение, но это, в принципе, то же самое ограничение, которое бывает, когда вы делаете онлайн-курс. Массово открыт онлайн-курс или просто онлайн-курс для своих студентов. Вот. Обычно такое ограничение решается созданием разных форм дистанционного общения. То есть вы можете дистанционно позволять вашим студентам общаться друг с другом, вы можете общаться с ними сами. Вы можете общаться напрямую в онлайн-курсе, можно там создавать специальные группы в соцсетях или в мессенджерах каких-то, и все равно как бы этот процесс у вас заработает. Да, вот про возможности нет интернета или нет возможности оказаться около компьютера. Вот про невозможность оказаться около компьютера. И эта проблема решается тогда, когда вы реализуете онлайн-программы непосредственно вебинаров, когда вот в нужное место нужно как раз находиться, а вы делаете это посредством онлайн-курса. Вот я сейчас дальше буду рассказывать о схеме реализации ДПО, и я буду как раз рассказывать о той схеме, когда мы используем для ДПО именно онлайн-курс, не вебинары, не созвоны с преподавателями. Вот почему именно так? Потому что когда мы проводим ДПО с помощью созвонов, вебинаров или скайпов, то мы уничтожаем одну из основных преимуществ вообще реализации ДПО онлайн, а именно возможности доступности этих программ в любое время, как бы и из любого места. Вот, поэтому лучше всего, если вы уже переходите онлайн, реализуете ДПО онлайн, то лучше всего делать его таким, чтобы оно было доступно пользователям в любое время. Вот, поэтому не нужно как бы к точному времени привязываться. А вот по поводу ограничений с интернетом, да, это действительно очень важно, и, к сожалению, пока еще не везде есть возможность стабильного доступа, поэтому спасибо за это упоминание, я обязательно добавлю в число своих ограничений. Коллеги, может быть, еще кто-то хочет тоже рассказать о том, как вам кажется, в чем еще могут быть сложности при проведении дополнительных программ онлайн. Может быть, вы из позиции преподавателя, но преподавателя, которому самому нужно пройти программу дополнительного профессионального образования. Я думаю, что вот нехватку навыков пользования общественным компьютером можно, да, отнести как бы в технические ограничения. То есть это как бы невозможность доступа к интернету, ограничение каких-то технических навыков. Да, я это обязательно добавлю. Спасибо вам, Николаевич, за дополнение. Вот, замер у нас чат на таком сложном вопросе об ограничениях дополнительного профессионального образования. Давайте я пойду дальше. Если вы вспомните еще какие-то проблемы, которые могут возникать, то вы их обязательно напишите в чат, мы их обязательно будем разбирать. Вот, да, инерция органов управления. Вот как раз о том, о чем я говорила, что учебные заведения без согласия учебных заведений невозможно будет реализовать депо онлайн. И если, вот, например, от вас будет исходить инициатива по созданию таких программ, то вам придется ряд бюрократических процедур в ваших учебных заведениях проходить. Вот, то есть здесь главное, чтобы сами учебные заведения поняли, какая выгода для них в проведении таких программ онлайн. Вот. Если они поймут эту выгоду, осознают ее, то как бы будет уже гораздо легче. Да, нормативные правовые акты действительно отстают. Я именно поэтому приводила вам такой пример, выдержку из законов о том, что есть возможность проводить дополнительное профессиональное образование с применением дистанционных образовательных технологий электронного обучения. Но вот, к сожалению, там даже термин онлайн-курс пока именно там применительных депо не существует. Спасибо всем, кто писал в чат по поводу ограничений. Вот, мы еще обязательно это перечитаем и обязательно учтем. Ну, тогда давайте от такого грустного вопроса с ограничениями с проблемами я перейду к реальным примерам для того, чтобы вам можно было понять, что такие программы могут быть реализованы онлайн и позитивные примеры есть. Вот. Я в самом начале вебинара говорила о том, что я не буду в начале вебинара рассказывать, что такое степик, потому что кто-то уже был на прошлом вебинаре, потому что сегодня тема такая более обширная и не так связана со степик. Но сейчас все равно немного о нем расскажу, потому что, возможно, в чате есть люди, которые сегодня как бы слово степик и название степик слышат первый раз. Вот. Я представляю образовательную платформу степик. Это российская образовательная платформа, которая не является образовательной организацией, не создает онлайн-курсы сама и, соответственно, программа ДПО тоже сама не реализует. Наш основной результат, над чем мы работаем, это платформа образовательная, это сайт в интернете, степик.орг. Вот. Вы в любой момент можете зайти на наш сайт и посмотреть, в принципе, что мы из себя представляем. И у нас есть две основные категории пользователей, с которыми мы работаем. Это учащиеся, те люди, которые приходят на степик для того, чтобы чему-то учиться. Вот. Сейчас у нас таких пользователей более полумиллиона, и я здесь кратко написала самую популярную тему для них. И вторая категория – это преподаватели. Преподаватели – те, которые приходят на степик для того, чтобы создавать собственный онлайн-курс. То есть у нас вот уже два года открыта возможность создавать онлайн-курсы для всех преподавателей. То есть вам достаточно просто зарегистрироваться на степик и начинать создавать онлайн-курсы. И онлайн-курсы у нас состоят из видео, текстов и заданий. То есть для этого есть специальный конструктор на сайте. Вот сейчас с нами работают индивидуальные преподаватели, индивидуальные авторы. С нами работают учебные заведения, которые создают курсы от своего имени. С нами работают разные компании и организации, которые используют курсы для корпоративного обучения. Вот. И сначала эти организации, они создавали у нас онлайн-курсы. То есть отдельные массовые открытые онлайн-курсы, на которых учились пользователи. И постепенно у отдельных вузов набирался определенный набор курсов, связанных какой-то тематикой. То есть, например, создавался курс по статистике, а потом стало понятно, что пользователям эта тема интересна и интересна анализ данных. Появлялись курсы по анализу данных. Дальше, например, стало понятно, что нужно чего-то более сложного, появлялись курсы по нейронным сетям. Итак, у некоторых вузов и у некоторых компаний набрались у нас уже такие цепочки из курсов, из которых можно было создать какие-то не просто отдельные курсы, а вот какой-то набор курсов. И поэтому появилась возможность и желание этих учебных заведений делать у нас полноценные программы дополнительного персонального образования. Теперь про несколько программ я расскажу. Первая программа – это программа, которая называется «Основая программирования». Это самая первая программа, которая была запущена на степик. Ее запустили Академический университет в Санкт-Петербурге и Computer Science Center. Это такой специальный центр по подготовке программистов. Здесь я привела детали этой программы, то есть как она выглядела. То есть если говорить вот так бюрократически и формально, то это была программа профессиональной переподготовки длительностью один год. Она состояла из 12 онлайн-курсов, которые, помимо того, что входили в эту программу, были еще просто в общем открытом доступе. Один раз в год в сентябре происходил набор студентов. Соответственно, точно так же, как в любой профессиональной переподготовке, даже если она очно проходит. Студенты поступали на эту программу, оплачивали эту программу, и дальше они в течение года учились на этих 12 онлайн-курсах. У них были периодические сессии, то есть, например, они должны были пройти сначала 3 курса, потом у них была сессия. На сессии они сдавали экзамены после каждого курса. То есть студент прошел онлайн-курсы 3 до сессии, сдал 3 экзамена после них. Если сдал экзамены успешно, то проходит дальше в следующую четверть. Если не сдал, то он отчисляется. И если студенты осваивали эту программу полностью, то есть проходили все обязательные 19 онлайн-курсов, сдавали экзамены, и все это было успешно, то они получали диплом о профессиональной переподготовке, выданный Академическим университетом в Санкт-Петербурге. Здесь было общение. Так как я вижу, что в чате поднимался этот вопрос с общением, программа стояла из онлайн-курсов. То есть люди учились онлайн, поэтому они уже в процессе обучения могли общаться с преподавателями и с другими студентами, которые тоже обучались на этой программе. А еще здесь была специальная поддержка ассистентов. То есть создатели этой программы понимали, что когда люди учатся не просто онлайн самостоятельно, когда у них есть какая-то внутренняя мотивация, а когда они уже подписались на такую длительную программу, им нужна более полная поддержка. У них была специальная поддержка ассистентов, то есть если у учеников изникали какие-то сложные вопросы, они могли обратиться в специальный чат, и там свободные ассистенты им помогали. Вот так здесь было реализовано общение. Программа была реализована два года. В 15-м и в 16-м учебном году и в 16-м и в 17-м учебном году. В новом учебном году в 17-м и в 18-м программа не реализуется. То есть сейчас Академический университет вместе с Центром, они думают о том, как усовершенствовать эту программу. Несколько итогов я здесь привела. Сколько человек поступило и сколько закончило. Видно, что во втором году поступило уже чуть меньше людей. Но это еще связано с распространением информации о программе. Мы спрашивали пользователей, закончившие эту программу. Оказалось, что им действительно было сложно. И они более 20 часов в неделю тратили на эту программу. То есть она была по уровню своих затрат временных, она была практически такая же, как очная. Но если говорить о процентах, то вот больше 30% ее закончили. И это показатель, естественно, выше обычного прохождения онлайн-курса. Еще несколько результатов, которые помогут вам понять, какие основные выгоды и преимущества видели для себя и Академический университет, который программу запустил, и сами учащиеся. Вот если посмотреть на географию выпускников, то становится понятно, что ребята, которые закончили эту программу, вот из этих стран, они, конечно, никогда бы не приехали в Санкт-Петербург для того, чтобы очно учиться целый год. Потому что им пришлось бы заниматься весьма вопросами, тратить деньги на проживание, ну и отрывать себя от учебы и от другой работы. А эта программа, так как она была онлайн, она позволила им пройти обучение в известном вузе и получить настоящий диплом. Сами студенты говорили, что плюсы для них в этих программах. Был хороший материал. Но вот действительно все курсы, которые входили в эту программу, они уже были опробированы на тысячах людей, и поэтому все основные замечания в них были как бы уже исправлены. Но они говорили о хорошей обратной связи и о том, что вот наличие ассистентов, про которых я рассказывала, действительно очень помогало. Ну и к минусам называли большую загрузку и трудные экзамены. Действительно загрузка была большая, и вот те 30% людей, которые закончили эту программу, они большие молодцы. Следующая программа, о которой я хочу рассказать, это программа «Анализ данных». Она также была запущена Академическим университетом в Санкт-Петербурге, но здесь она была запущена совместно с Институтом биоинформатики. Особенности этой программы здесь тоже приведу. И сейчас кратко расскажу, вы поймете, в чем была разница между вот той программой и этой программой. Здесь никак не... То есть это был такой эксперимент, здесь никак не ограничивалась длительность программы. То есть поступать можно было не один раз в год и дальше учиться в полноценный год, а поступать можно было в любое время. И учиться столько, сколько нужно для того, чтобы все программы освоить. Соответственно, оплата здесь проходила тоже не раз в год. Оплату можно было оплачивать за каждый месяц, за полугодие, можно было за весь год, можно было вообще заплатить за месяц, проучиться, если не понравилось, уйти с программы. Соответственно, не терять свои деньги. Здесь было 13 обязательных курсов и 5 курсов по выбору. Опять же скажу, что все эти курсы были в открытом доступе. То есть, в принципе, пользователи и так их могли проходить, но поступив на программу, они еще получали возможность сдавать экзамены, проходить аттестацию, получить диплом о профессиональной переподготовке академического университета, ну и общаться с дополнительными ассистентами. То есть общение здесь шло точно так же, и процесс экзамена и процесс сессии шел так же. Программа была реализована всего лишь один год, 16-го по 17-й. Здесь поступило гораздо больше людей, чем на прошлую программу, но, наверное, потому что в ней не было ограничений по времени. Вот диплома пока получил незначительное число человек. Вот сейчас программа тоже не реализуется, но если она будет открыта заново, то как бы всем студентам будет предоставлена возможность зачесть те результаты, которые они в прошлый раз получили. И вот еще здесь интересно, что эта программа была как бы популярнее по тематике, то есть это было несложное программирование, это был анализ данных, который в разных областях применяется. Здесь были пользователи от 20 до 50 лет. Вот те люди, которые уже получили дипломы, это и из России, и США, и Молдовы. И среди плюсов они называли вот именно свободный график, то есть возможность учиться тогда, когда им хотелось. Вот. Это те программы, которые сейчас уже не реализуются, и как бы ведется разговор о том, что можно делать с ними, как их улучшать. Теперь расскажу о программе, которая идет вот прямо сейчас, поэтому в ней я расскажу про детали, но пока не расскажу про итоги, потому что их пока нет. Эту программу запустил университет ЛЭТИ, тоже в Санкт-Петербурге. Она называется «Индустриальная разработка программного обеспечения». Вот. Что у нас здесь? Здесь снова, как и в предыдущей программе, длительность не ограничена. То есть люди поступают в любое время. Вот программа в ноябре в этом запустилась, можно было сразу поступить, можно сейчас, например, поступить, можно будет весной поступить. Здесь каждый пользователь проходил входное тестирование, и ему строилась индивидуальная графика обучения. Вот. Обучение было онлайн. Есть один офлайн-модуль для тех, кто находится в Санкт-Петербурге. Вот. Если учащиеся находятся в других городах, то для них все онлайн происходит. Вот. Опять же, они учатся на онлайн-курсах, размещенных на степик. Учатся онлайн. Вот. Здесь еще есть аттестация в виде итогового проекта в конце программы. И вот если пользователи проходят, как бы не все модули, то они получают только удостоверение по обучению квалификации. Если они проходят все модули, сдают проект, получают диплом о профессиональной переподготовке. То есть здесь вот такое совмещение получилось. Общение точно такое же. То есть снова общаются они с преподавателями, с другими студентами. И здесь еще в этой программе такая отдельная поддержка ассистентов. То есть ассистенты прикрепляются уже к каждому учащемуся. Они помогают индивидуальный график ему выстроить и учиться ему помогают. Ну и оплата отдельно каждый модуль перед началом прохождения. То есть вот пользователи зачисляются на эту программу, выбирают себе нужные модули и их оплачивают. И дальше они уже учатся онлайн. Вот это я вам рассказала про три программы профессиональной переподготовки, которые на степик были реализованы. Вот для всех этих трех программ у них были учебные заведения, которые эту программу реализовывали, были преподаватели, которые создавали онлайн-курсы, были ассистенты, которые работали отдельно со студентами, и была платформа степик, которая как бы предоставила свои технические возможности для проведения этой программы. Вот еще здесь отличие от последней программы в том, что они использовали и новые курсы от своих преподавателей, но еще они воспользовались другими массовыми открытыми курсами, которые уже были размещены на степик в свободном доступе. Вот если у вас есть какие-то вопросы по этим программам, либо там вы знаете, что ваш вуз заинтересован тоже в реализации таких программ, пишите нам в чат, оставляйте свои контакты, мы с вами обязательно свяжемся. Это такие три сложные программы, потому что они длительные. Но еще я расскажу о том, что программы повышения квалификации, про которые я говорила, небольшие, они тоже могут быть реализованы онлайн. И здесь приведу примеры Томского государственного университета и Высшей школы экономики, которые прямо сейчас на степик такие программы реализуют. То есть программа повышения квалификации, она короткая, и она заключается в том, что пользователи проходят один или пару открытых онлайн-курсов и затем сдают по их итогам экзамены. Если экзамен признан удовлетворительным, то они получают удостоверение о повышении квалификации. И здесь есть два возможных формата. Вы можете сделать один открытый курс и бесплатный курс. То есть просто есть открытый курс, доступен всем. И в конце этого курса вы говорите пользователям, если вы хотите получить удостоверение о повышении квалификации, то вы дополнительно регистрируетесь, оплачиваете и сдаете экзамен. А можно всю программу делать закрытой и платной. То есть тогда сначала люди поступают на программу, оплачивают ее, а потом уже на ней учатся. То есть вот в основном здесь оплата идет именно за предоставление полноценного удостоверения. Ну и общение такое же в онлайн-курсах. На степик есть возможность всегда пообщаться со студентами и в комментариях пообщаться, и письма им итоговые писать. Эти программы чуть проще, потому что их быстрее реализовать. Здесь не нужно набирать много курсов, не нужно из них выстраивать программу. И меньше бюрократических процедур с вузами тоже проходят. Поэтому часто, когда к нам приходят вузы и спрашивают, как можно реализовать программы ДПО, мы предлагаем именно с таких программ. Начинаем для того, чтобы почувствовать и возможности нашей платформы и почувствовать, будут ли учащиеся как бы признательны и захотят ли они учиться онлайн. Ну и посмотреть, насколько преподаватель тоже этим заинтересуется. Дальше я покажу о том, что у нас есть для того, чтобы можно было такие программы реализовать онлайн. То есть, как бы, я здесь разделила на обучение и на аттестацию. Для обучения вы можете сами создавать у нас на платформе курсы, как бы открытые и бесплатные всем, либо сразу закрытые и доступ к ним будет предоставить только тем, кто оплатил вашу программу. Еще есть возможность использовать уже созданные курсы. То есть, предположим, вот вам нравятся курсы по математике, созданные Академическим университетом. Вот. Вы можете их включить тоже в свою программу. Вы, естественно, не будете иметь никакого доступа к содержанию, не можете их никак исправить. Вот. И авторство остается именно за Академическим университетом. Но вы можете своих студентов туда отправить и смотреть их оценки. Вот. Ну и, в принципе, у нас уже небольшая аудитория платформы, которая, если увидит в открытом доступе ваши программы, тоже может заинтересоваться и на них поступить. Что есть для аттестации? В курсах на степик есть возможность выдавать электронные сертификаты. Ну, например, может быть так, что для того, чтобы получить удостоверение и повышение квалификации, вам пользователи должны будут сертификаты из степика принести. Вот. Есть возможность проводить полноценные экзамены. Это такие специальные экзаменационные модули, в которых могут быть ограничения по времени или по числу попыток. Ну, еще у нас есть прокторинг. У нас с этого года мы сотрудничаем с компанией проктор ЕДУ. Для тех, кто не знает, прокторинг – это такая процедура, которая позволяет верифицировать личность человека, который сдает экзамен или проходит онлайн-курс. То есть вот у нас прокторинг встроенный, когда пользователи проходят экзамены и как бы за ними специально наблюдают сотрудники прокторинга. Они проверяют, что пользователь действительно – это он тот, кто представил все нужные документы о себе, и что он там не открывает параллельные вкладки, не пользуется телефонами. В общем, это вот именно прокторинг чаще всего необходим для подтверждения личности тех людей, которые вам, которые на этой программе учатся. Ну и еще от Stepik есть всегда техническая методическая поддержка, и если вас интересуют такие программы, вы захотите что-то подобное сделать, вот мы индивидуально посчитаем, какая будет стоимость именно предоставления услуг на платформу. И вот поэтому пишите в чат, мы ваш контакт обязательно сохраним и как бы сможем с вами все обсудить. Вот, ну и моя такая заключительная уже часть о том, хотя нет, еще не заключительная, я еще покажу как бы схемы, как связаны между собой дополнительные программы образования и массово открытые онлайн-курсы, потому что вот я все время говорю про то, что есть онлайн-курсы и какие вообще есть форматы реализации ДПО. Вот, чаще всего схемы ДПО онлайн, она выглядит вот так. Вот я здесь представила в виде схемы на слайде. То есть все начинается с того, что люди проходят онлайн-курсы, работают с преподавателями, с ассистентами, затем проходит какая-то проверка успеваемости, но это может быть текущая или финальная аттестация. Текущая или финальная аттестация. И, наконец, выдается итоговый документ, это может быть либо удостоверение о повышении квалификации, либо диплом о профессиональной переподготовке. Вот из таких трех этапов состоит как бы проведение программ ДПО онлайн. Дальше немного расширим эту схему. Я здесь представила еще такие скрытые процессы, которые выполняет сам ВУЗ. Прошу прощения, у меня здесь слегка текст вышел за рамки, видимо, после преобразования презентации, но вроде здесь все видно. То есть на протяжении всех этих трех этапов всегда нужна административная, техническая и консультационная поддержка программы. То есть вам всегда нужно оформлять документацию о пользователях, технически их поддерживать, ну и консультировать как бы со стороны преподавателя и ассистента. До проведения программы необходима разработка всех обучающих материалов, мы об этом уже обсудили, и решение оргвопросов как бы со стороны ВОЗа. Когда происходит проверка успеваемости, необходима разработка и обновление контролирующих материалов для аттестации. И вот с этапом получения документов в итоге связаны этапы верификации личности, про которые я про рассказывала, проверка документов, то есть вам нужно, если вы выдаете программу диплом о профпереподготовке, вам нужно проверить, что пользователи уже есть свой собственный диплом об основном образовании. Ну и дальше, если у вас люди учились онлайн, как бы естественно нужно все уже этапы делать онлайн, если они учились и экзамены сдавали, то и дипломы им тоже как-то по почте отправляются, а не лично вручаются. еще раз напомню, что есть два вида сейчас ДПО, это повышение квалификации и профессиональная переподготовка, и здесь я рассказала, расскажу, какие основные элементы программ ДПО. То есть здесь всегда есть материалы, на которых люди учатся, в виде видео, текстов, литературы, конспектов, есть контрольные материалы, есть система верификации личности, как бы она может быть, может не быть, но как бы все же это важный этап. Есть система приема оплаты, так как оплату тоже нужно принимать дистанционно, раз вся программа онлайн, и работа ассистентов и консультантов. И еще вот я упоминала о том, что все, чем я рассказываю, оно касается реализации ДПО через онлайн-курсы. То есть я сейчас не говорю про дистанционное образование, про отправку заданий по почте, про вебинары или про скайпы. Я говорю именно про онлайн-курсы. И какие как бы как связаны вообще программы ДПО и массово открытые онлайн-курсы. Я здесь привела как бы четыре возможности, как они могут сочетаться. Массово открытые онлайн-курсы могут выступать в качестве инструмента привлечения аудитории. То есть ВУЗ может создать один массово открытый онлайн-курс, а потом просто рассказать, что этот курс входит в полноценную программу, на которую как бы вы тоже можете поступить. И о том, как бы ДПО мы сейчас говорим полностью онлайн, но может быть еще разные этапы сочетания. То есть может быть онлайн только обучение, экзамены вы проводите очно. Ну, предположим, если как бы ВУЗ не может задействовать систему прокторинга и проверить, те ли люди сдавали экзамен, и вот они приглашают всех проходить очно. Ну, предположим, если предприятие заказало обучение нескольких сотрудников, например, учились они все время онлайн, а вот экзамены пришли сдавать очно. Ну, или наоборот, может быть, все обучение очно, а какие-то отдельные элементы онлайн, например, проведение экзаменов. Вот. Ну, и вот теперь уже у меня как бы заключительная часть. Я хочу поговорить с вами про расходы на программу онлайн и про рекомендации. Вот. И у меня будет к вам первый вопрос, потому что я вижу, что вы сейчас меня уже только слушаете и мало кто пишет в чат. Как вы думаете, какие основные расходы несут учебные заведения на реализацию ДПО онлайн? То есть, мы говорили о том, что основной плюс для учебных заведений в том, что расходы сокращаются. Но все же, на что расходы остаются? Вот. Если у вас есть какое-то мнение по этому поводу, напишите об этом в чат. Как бы на что вуз все равно тратит деньги, когда реализует программу ДПО онлайн? Коллеги, есть ли кто-то еще в чате? Техническое оснащение. Да, если вам нужно записать для начала онлайн-курсы. Оплата работы, те, кто занимается организацией ДПО. И вот как раз это как бы возвращаясь к вопросу, который вначале мы поднимали, о том, что сокращение рабочих мест, в принципе, как бы увеличение рабочих мест тоже может быть. вот Анна из Теппик подсказывает, что видеостудия и монтаж. Иван Николаевич, ничего страшного. Мы вас поняли. Так, ну, в общем, я так понимаю, что в основном это заработная плата, это техническое обслуживание, это оборудование, и это создание онлайн-курсов. Тогда теперь показываю вам свою версию. Для того, чтобы реализовать ДПО онлайн, расходы бывают разные, и я воспользовалась такой как бы экономической классификацией, но постоянно и переменные затраты. То есть больше всего, естественно, самые большие затраты, они на то, чтобы создать тот материал, который будет использоваться впоследствии при проведении обучения. Поэтому основные расходы это создание курсов онлайн, это оплата труда преподавателям, составление экзаменов и подбор контролирующих материалов, соответственно, оплата тем, кто эти материалы контролирует. Ну и постоянно, как бы, периодически нужно что делать? Нужно проводить менеджмент-программу, то есть оплачивать работу тех людей, которые как бы административную программу поддерживают. Нужна оплата ассистентов и нужно обновление экзамена. Ну и также, как бы, рассылку дипломов тоже нужно проводить. Я вижу, что в чат уже тоже об этом написали. Ну и еще не забудем про рекламу программ, потому что если нужно увеличить число учащихся, которые на эту программу приходят, то, соответственно, рекламу тоже нужно проводить. Ну и в заключении мои рекомендации по проведению программ онлайн о том, как бы, о чем нужно подумать при принятии решения о реализации ДПО онлайн. То есть, во-первых, нужно как бы выбрать способ реализации ДПО онлайн, понять, будут ли здесь онлайн-курсы или не будут онлайн-курсы. Вот, возможно, поэкспериментировать с разными способами, естественно, продумать все вопросы, ну и сопоставить ожидаемые плюсы от расходов. Вот. Ну и время у нас практически закончилось. Я вам приведу еще, как бы, полезные ссылки о степик, для того, чтобы вы их видели и не потеряли. Этот слайд у вас тоже сохранится. И оставлю контакты. Свой контакт и контакт, куда можно писать по вопросам реализации дополнительных профессиональных программ. Вот. Ну и время, как бы, на мое собственное выступление уже закончилось. Я предлагаю вам задавать мне вопросы, потому что вебинар получился таким, мне кажется, очень насыщенным. Мы очень много всего рассмотрели. Хочу сказать большое спасибо всем, кто писал в чат и, как бы, откликался на мои вопросы. И я уверена, что, как бы, все, что вы писали, я это обязательно учту. Вот. Если у вас еще есть вопросы, то, как бы, обязательно напишите сейчас мне в чат. уважаемые коллеги, я хотел бы поблагодарить Наталью за сегодняшний вебинар. Сегодня, как всегда, на вебинарах Степика была активная работа в чате, и это здорово. И, со своей стороны, я хотел бы, кроме благодарности, которые я уже выразил всем присутствующим, заранее пригласить на будущий год Степик тоже у нас выступить. это был хороший опыт и, надеюсь, со стороны Степика тоже этот опыт будет признан достойным. И мы тогда продолжим работу со Степиком в следующем году. Ну, что ж, коллеги, всем, всем спасибо. Ну, воспользовавшись тем, что я ведущий вебинара, хочу еще раз точнее прорекламировать здесь еще один свой вебинар, который состоится не в рамках Директ Академии, а совместно с компанией Степик. Этот вебинар называется «Лучшие бесплатные инструменты для онлайн обучения». И пройдет он 20 декабря в 15 часов по московскому времени. Если кому-то интересно, приходите на мой вебинар, будет интересно. что ж, сегодняшний вебинар мы заканчиваем. Если у кого-то есть еще в чате вопросы, пожалуйста, задавайте. Пока на связи в течение пяти минут еще Наталья и Анна они вам ответят. Всем спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok